Из-за какой мелочи вы бросили парня или девушку? О, это интересно. Из-за какой мелочи вы бы не стали или перестали встречаться с девушкой и парнем? Я знаю девушку, которая не встречается с парнями, которые родились в определенные дни определенных месяцев. Это как-то связано... Это как-то связано с... Месячными циклами. ...с совместимостью скорпионов и водолеев. О боже, бабы помешаны на астрологии. Только не это! Он заправлял свитер в джинсы. В этом есть смысл. Никто не хочет встречаться с маньяками. У меня был парень, который постоянно косил глазами во время наших любовных утех. Меня это... Это просто сводило с ума. К сожалению, я так и не смогла стереть из памяти это выражение лица. Для тех, кому лень читать, я расстался с девушкой из-за того, что она неправильно написала одно слово. После того, как это произошло, я не мог смотреть на нее так же, как прежде. Это был обычный день. Мы переписывались насчет планов на вечер. Разговор был примерно такой. Я. Ну что, сегодня все в силе? Она. Да, мне взять что-то с собой? Я. Нет, у меня уже все готово. Не беспокойся. Она. О, как клево. Я уже подобрала одежду на вечер. Я. Подобрала что? Она. Одежду на вечер. Я надену платье, которое тебе нравится. Она хотела написать одежду. Одежда. Сранная одежда. А-дэш-да. Я понимаю, что это дико мелочно, но меня так... Я не могу от Минет. От Минеты, пожалуйста. Это так перемкнуло, что я навсегда поменял свое мнение о ней. Каждый раз, когда мы с ней виделись, я не мог перестать думать об этом случае. На тот момент мы встречались... Ну, то есть, он просил такой, типа, что прости? И она повторила это слово. То есть, она реально думала, что так надо писать. Уже три месяца, но меня это не остановило. Я так же... Ну, хуй знает, повод ли вообще для вас. Ну, наверное, да. Я бы тоже такой, типа, чё? В смысле, нет. Ну, нет, потому что вы, блядь, сами безграмотное быдло. Зашлась с партой. Ты и на при... И на прищелениц. Который писал не может, а может. Я отказал уже двум девушкам, потому что мне не нравились их голоса. Первая немного гнусавила, а у второй голос был немного с хрипотцой. Оглядываясь назад, я понимаю, что сделал это из-за своей тревожности, а не из-за голоса. Мне просто нужен был повод, чтобы не ввязываться в отношения. Вообще, они были очень приятные. Не знаю, чел, голос это ведь что-то, что тебе приходится слушать все время. Если он тебя реально раздражает, то это вполне себе веская причина срулить от девушки. Я рассталась с парнем, потому что он съел мои корн-доги. Я работала 12-часовую смену, потому что он отказывался искать работу. И весь день жила той мыслью, что после работы приду домой и съем один корн-дог. Когда я вернулась домой, оказалось, что пока я работала, он и его кореша съели все 24 корн-дога. Они уже и до этого проворачивали нечто подобное, но это было просто верхом наглости. Не трогайте мои корн-доги. Ты бросила его из-за корн-догов? Я бы бросила его из-за того, что он не хочет работать. Я была очень молодая, у меня были большие проблемы с самооценкой. Сейчас я, оглядываясь назад, понимаю, что его надо было бросить задолго-то корн-догов. Хотя я ни о чем не жалею. Если он жует с открытым ртом. Я встречался с одной красавицей, она была очень энергичная, интеллигентная. Мы хорошо с ней ладили. В ней все было просто идеально, кроме одного момента. Всегда, когда ей что-нибудь нравилось, она щелкала пальцами. Представьте, что абсолютно любой ваш разговор сопровождается постоянным щелканьем. А когда мы ходили на концерты, она щелкала вместо аплодисментов. Бля, заметьте, короче, мужиков бросают из-за еды, а бабы, потому что они какую-то хуйню, бля, делают. Типа... В этот момент я понял, что не смогу так жить. Если она переписывается вот так. Если она слишком помешана на социальных сетях. Мы с бывшей как-то оставались в одном отеле. Там был шведский стол, и все было очень крутое и дорогое. Когда мы пообедали, вместо того, чтобы просто уйти, она прошлась еще раз по буфету. Набрала самой вкусной еды. Собрала это все воедино и устроила фотосет для инстаграма. После чего встала из-за стола и сказала, что вот теперь она готова. Я не мог поверить своим глазам. Если у нее такое же имя, как у моей мамы. Не стану встречаться с человеком, который разговаривает при посторонних по громкой связи. Или в автобусе. Боже, эти люди просто ужасные. Или если слушает музыку, смотрит ютуб на телефоне без наушников. Чувак, тебе не просто так в комплект к телефону положили наушники. Пользуйся ими. Самый царский способ борьбы с этим. Включите то же самое видео или песню на той же громкости, но с задержкой в 3 секунды. Есть шанс, что все закончится мордобоем. Но гарантирую, что человек очень быстро выключит свою херню. Я как-то переписывалась с одним парнем в Тиндере. И он показался мне вполне ничего. Он очень круто выглядел. Было видно, что чувак ухаживает за собой. Но каждый раз, когда он начинал разговор, он присылал мне свое селфи. В первый раз я не поняла прикола и написала ему, оу, ха-ха, ты это сейчас не случайно отправил? На что он ответил, нет, не случайно. Тебе нравится то, что ты видишь? Это было как-то странно, но я написала, да, и подчеркнула, что он очень красивый. Потом это произошло еще раза три, и я поняла, что переписку пора прекращать. Кто твой любимый исполнитель? Питбуль. Когда она сказала, что не пользуется компьютерами? Если он носит майки с очень широким вырезом. Бля, пиздец, как можно не пользоваться компьютером, нахуй-то? Надо бросить сразу. Сколько хп у босса, чуваки, надо половиться, там, зовите, там, ебать кого-нибудь. У меня должно быть 800 тысяч фулловеров здесь. Если ты вечно шаркаешь ногами, то есть огромный шанс, что ты мне не понравишься. Разошелся с девушкой через неделю, потому что она постоянно напоминала мне о том, что она британка и произносила каждое второе предложение с британским акцентом. Прикол в том, что она родилась в Кентукки. Изменено. Уточню, нет, она не притворялась, когда говорила с британским акцентом. Родилась в Кентукки, где заебись крылышки вообще. У нее действительно есть британские корни, просто она слишком часто напоминала об этом. Если они верят в теории заговора. Я не хочу слушать твой бред о том, что луны не существует. Она постоянно заканчивала за меня предложение. Иногда даже не предложение, а просто слова. Например, я. Я сегодня купил немного бекона и сделал себе сэнд. ВИЧ? Как же это раздражало. Если она хлопает, когда садится самолет... Что за хуйня вообще? Блядь, я таких людей не встречал, ни одного случая вообще. А он такой, нет, спид. Я такая, ааа, блядь, и все, и пиздец. У меня такое же отношение к людям в ресторанах-барах, которые хлопают, когда официант что-нибудь роняет или разбивает. Я сам раньше работал официантом и не понаслышке знаю, как это бесит. Сам факт того, что ты что-то уронил, уже достаточно стыдная штука. Не хватало только ваших аплодисментов. Ах, Англия. Бокал разбивается. Весь бар аплодирует. Скорее всего, мой коммент уже никто не прочтет, но все же. В средней школе я расстался с девушкой, потому что я любил играть в покемон. Она удалила мой файл сохранения. Мне 28, и я до сих пор считаю, что это веская причина для разрыва отношений. Никто не смеет трогать мои сохраненки, особенно если на них сохранены редкие покемоны. Она постоянно называлась я принцессой. Это не мелочь, это сигнал тревоги. Если парень строит из себя суперумника и считает, что это дает ему право относиться к другим с претенциозностью и с нисхождением. Ты сейчас описала 8... Что, слова? Я что-то не понял, что это за слова вообще, какие-то умные. ...55% реддита. Как я рад, что отношусь к остальным 19%. Если у девушки слишком большие десны. Для меня это самая непривлекательная внешняя черта, с которой я не могу смириться. К сожалению, я одна из таких девушек. Поверь, ты не единственный, кому они не по душе. Из-за этой проблемы я уже многие годы смеюсь с почти закрытым ртом. Извинено. Да, я знаю, что можно сделать операцию и все исправить, но даже если бы у меня была страховка, она бы все равно ее не покрыла. Так как это косметическая хирургия. У моего парня тоже огромные десны, но он улыбается и ржет без каких-либо ограничений. Его смех заряжает всех вокруг. Пожалуйста, не переживай так из-за этого. Многие наши особенности становятся недостатками только потому, что мы слишком много об этом думаем. Улыбайся и пусть твоя улыбка радует остальных. Он такой улыбнулся, блядь, а у него нахуй зубов нет, блядь. У нас было свидание в ресторане, который славится своими куриными крылышками. Она заказала 20 крыльев. Съела от силы штук 7. Когда настало время платить, скинуться она не предложила. Да, я и не был против заплатить за обоих. Но вот когда она отказалась, чтобы нам упаковали остатки, я тут же понял, что нам с ней не по пути. Такое отношение к идее, это не моя тема. Многим это может показаться чем-то... Бля, ну типа да. Типа это, ну, хуйня какая-то уже. Ты берешь типа 20, ты ешь 7, так, бля, возьми 7. Мелочным, но мне кажется, что такая... Или она просто взяла баскет, блядь, в KFC и там просто меньше не дают. Хотя, блядь, это... Здравствуйте, можно мне баскет из семьи крылышек? Расточительность говорит о человеке довольно многое. Уверен, она очень избалованная и эгоистичная. Если девушка отвечает одними эмодзи, это очень ленивый и неромантичный способ ответить на сообщения. Как бы ничего против эмодзи не имею, если они в конце сообщения. Но если ты общаешься только ими, то до свидания. У древних египтян все общество было построено вокруг эмодзи. Они были великим и уважаемым народом. Изменено. Боже, ребята, расслабьтесь, это шутка. Я знаю, что у каждого иероглифа было свое фонетическое значение. От нее пахло. Не ужасно, но необычно. Через две недели я больше не мог это терпеть, поэтому пришлось с ней попрощаться. Возможно, это был знак, что вы генетически несовместимы. Я разошлась с парнем, потому что мне не нравилось, как он ел салат. Он как будто атаковал его. Ел с какой-то нездоровой страстью и любил смотреть, как его ем я. Он просто хотел показать, что он готов сделать с твоей капусткой. Я не очень люблю... Я не ем салат. ...парней, которые слишком серьезно относятся к видеоиграм и смотрят свысока на казуалов вроде меня. Вот это мразь какая-то что-то написала вообще. Уточню, я совсем не против парней, которые фанатеют от игр. Но не нужно хвастаться тем, что ты играешь в Dark Souls и принижать меня за то, что не нравится Марио. Если ты не открыла всех... Блять, ей нравится Марио! Пиздец! Прикиньте вообще зашквар какой. Я хуею, блять. Не-не-не-не-не-не-не. Короче, не. Это просто автоматом нахуй идет. В смысле, кому нравится Марио, блять? Ткните пальцем. Есть такие люди? Их не существует, блять. Не существует людей, которые, блять, которым нравится Марио. Да кого ты там мне? Ты хоть раз-то играл? Вообще не перевариваю Марио и не понимаю, в чем смысл этой игры, потому что это из года в год одно и то же, блять. Вот Марио, который был на Нинтендо, вот это да. Там на эмулятор поставил какой-нибудь, скачал себе. И на Нессе побегал. Много ограничений в питании, если он очень придирчив к еде. Да, это немного мелочно, но я давно уже заметила, что мне намного проще с человеком, который открыт к разной еде и готов открывать для себя что-то новое. У него воняло изо рта. Я тоже встречался с девушкой, у которой как-то необычно пахло изо рта. Я сказал ей об этом, и оказалось, что она никогда на это не обращала внимания. Сначала она немного перепугалась, но потом пришла в себя и записалась к врачу. В итоге у неё нашли несколько назальных полипов, которые в будущем могли бы стать большой проблемой. Так что всегда стоит провериться. Отличный пример, почему у нас не должно быть никаких табу на тему внешности. У человека могут быть проблемы, о которых он даже и не подозревает. Бля, я тоже, кстати, видел людей, у которых воняет изо рта пизда, прям вообще как. Не, у меня не воняет. Надо просто бивни чистить. Изменено. Да, и ещё хороший вопрос Хадсон задал, а при чём тут вообще внешность, блядь? Видно, что говорить об этом надо вежливо и деликатно. Встречался с японкой, я швед. Она на полном серьёзе верила в Санту. Рыдала, когда встретила его у нас в Швеции. У меня была пара свиданий с парнем, который настолько боялся касаться ногами рыб, что отказывался входить в любую воду, за исключением хлорированного бассейна. Для большинства людей это, скорее всего, ерунда, но я инженер-эколог водных ресурсов, и моя работа заключается в организации мероприятий по очищению течений. Поэтому я не могу себе представить, как я встречаюсь с парнем, который боится рыб. Я рыжий, принципиально... Реально ёбаный рот. Это мой казино! МММ. Сейчас бы остлять в скваде хуйсоса, которых всех наебывает, и пытался изнасиловать тёлку Блатрайл. Так, по поводу всех наёбывает, это кого? И по поводу изнасилований. Это про инсайда, типа? Чё, он кого-то изнасиловать пытался, блядь? Блядь, чуваки, если... Ну, блядь, ща... А, я типа понял, про кого. Вы несёте какую-то хуйню. Что такое для вас пытаться изнасиловать тёлку? Ну, поясните мне. Я сейчас его не защищаю, мне похуй. Что такое домогаться, Наги? Хорошо. В моём понятии пытаться изнасиловать это сунуть ей хуй, а она такая нет, нет, не надо. И ты такой, типа, убежал. И ты такой, типа, попытался изнасиловать, потому что она не хотела. Вот что такое насилие. Вкратце. Вы, опять же, с какой-то колокольни, блядь, школьнической смотрите? Вы долбоёбы. Вы вообще всё не так, как бы. Хорошо. Вспомним ролик ЛШПТ. Я смотрел этот ролик с девушкой, и она мне сказала, типа, одну такую великую информацию. Говорит, блядь, лол, если до тебя парень доёбывает, с какого хуя ещё ты там сидишь, блядь? Я такой, типа, думаю, ага, реально. Ну, до тебя доёбывается парень, который тебе неприятен. Вопрос. Когда она съебала? После того, как он ещё раз пять пристал? Будь я девочкой, я бы съебался максимально быстро, блядь, вообще, как только до меня доёбывались. Я не говорю, что она виновата, нет. Просто она повод для того, чтобы он так себя повёл. Если ты причина, по которой он себя так ведёт, причину нужно устранять. Соответственно, ты сама можешь уехать. Сразу же. Это первое. Второе. Я, блядь, вот в этой хуйне, вот в этой хуйне точно возиться не хочу. Кто там, блядь, кого-то обвинениями кидать, кто там кого изнасиловал, кто там кого не изнасиловал. Вот это вообще не моё. Я вот в этом точно копаться не хочу. Скиньте мне отрезок, где чётко, она говорит, я сразу съебала. Вот скиньте мне тайминг. Я сейчас, блядь, гляну. Окей, давайте досмотрим. Сачаюсь с другими рыжими. Я беспокоюсь, что люди могут подумать, что мы родственники. Не стриженные ногти у парней. На дух их не переношу. Блядь, кто вообще ногти не стрижёт, блядь? Это что за долбоебизм? Чуваки, блядь, вы же знаете... Всё. Их даже стричь не нужно, блядь. Одна только мысль о том, что они будут касаться меня, вызывает у меня... Вы знаете стратегию, чтобы никто не знал, что вы грызёте ногти? Может быть, кто-то выкупил. Суть в том, чтобы перевернуть, блядь, ноготь и оторвать его именно вот так, кверху ногами. Я не шучу сейчас. Так отрываю... Просто когда вы ноготь грызёте, отрываете верхний слой, у вас нижняя плёнка, блядь, остаётся. Но если вы перевернёте и вот так сделаете, плёнка тоже сорвётся, блядь, и типа у вас будут аккуратные ногти, как будто вы их подстригли. Может кто-то не знал. Но вообще нет, я не грызу ногти уже. Потому что, блядь, я дошёл до фикс-прайса, блядь, и купил там вот эту хуйню, знаете, которую зажимает и вот так... И тебе в ебало ноготь отлетает. У меня есть привычка единственная, блядь, это на больших пальцах вот так вот заусенцы, блядь, хуярить. Вот, пиздец. И у меня тут кожа высыхает, блядь, типа я её, блядь, вот так постоянно хуячу. У меня вот, например, в этих местах кожа более грубая. То есть я не знаю почему. Просто привычка такая ебаная. То есть вроде всё нормально, ноготь здоровый, вообще всё хорошо, блядь. Вот, ну, не могу просто посидеть и вот так вот не поделать. Типа раз, там, блядь... Как бы мерзко не звучало, корочку кожи оторвал такой. Это не один такой долбоёб. Но это не долбоебизм, это какая-то странная хуйня. Это, наверное, надо поймать себя пару раз. Но просто вот, сейчас всё хорошо, типа нету ничего. Потом опять начнёт сохнуть в этих местах, и типа опять так, оп. Я не могу встречаться с девушками, у которых есть дети. Поверьте, я пробовал. Видимо, я просто не очень люблю детей и понятия не имею, как себя с ними вести. Плюс, это всегда неизбежная драма со стороны их отца. Конечно же, я не пытаюсь сейчас как-то задеть мам-одиночек. Продолжайте искать свою любовь. Но, к счастью, сейчас я нашёл даму, которая child free, как и я. Нет, чувак, и заметь, если ты делаешь какую-то хуйню, которая тебе кажется хуйнёй, знай, ты не один такой. То есть, множество людей делают то же самое. Нет, естественно, если ты жрёшь говно, ты один это делаешь. Понятно, да? Просто, я сейчас не про видосы говорю, которые я смотрю за вас. То есть, реально, чувак жрёт говно. Ну вот, например, если ты думал, что ты почешешь яйца, нюхаешь руку, то один ты не один. Тут тоже дирать не один. Грызёшь ногти не один, блядь. Козявку из носа вытащить тоже не один. Вот так вот так зашвырнуть её куда-нибудь, блядь, вообще вот так по катапульту, блядь, устроить. Забей, это как бы все так делают. Практически. И сейчас какой-нибудь такой сидит, один выпердыш такой ебаный, говорит, я так не делаю. Я ем. Чё? В смысле, ты сейчас ешь или то, что ты из носа вытащил ешь? Я надеюсь, что не второй вариант. Всё устраивает. Совет по общению с детьми. Относи... Слушай, по поводу вот есть козявки, это... Не знаю, наверное, все в детстве этим переболели, блядь. Я объясню, почему я могу ковыряться в носу. Не потому, что мне приносит это удовольствие, блядь, а потому, что первое, я не люблю сморкаться и размазывать сопли по всему ебалу, ебалу. А во-вторых, мне что-то, блядь, мешает дышать корректно. Поэтому приходится корочку такую достать и выкинуть. А не потому, что я долбоеб невоспитанный. Максимально пытаюсь это сделать, чтобы никто не видел. Но если кто-то увидел, это не значит, что я, блядь, долбоеб ребенок, который, блядь, ест сразу. Нет, мне что-то мешает дышать. Сись к ним, как к маленьким, бухим взрослым. На наше первое свидание мы пошли гулять в горе. Она специально искала муравьев и пауков, которые казались ей опасными и бежала с... Вы сейчас блевану. Поблюй на меня. Их топтало. Я их тоже не особо люблю, но они... Ладно, окей, давайте ЛШПТ. Че так...